Всем привет! Genius поздравляет всех девушек с прошедшим праздником 8 марта. А в студии с вами Вероника Кучерова. Сегодня в выпуске. Как не паниковать наше непростое время и справиться с тревогой. Открытие женского футбольного клуба Girl Power в Казани. В Татарстане создали комиссии за контролем цен и наличию товара. А также новости из звездного мира. Стресс становится неотъемлемой частью жизни. В случае панических атак у граждан участились. Но как же справиться с нарастающей тревогой? Об этом далее в сюжете. Короткая медитация. Те, у кого есть время на ежедневную медитацию, вообще не знают, что такое стресс. Но сейчас мы расскажем об обычном выключении мыслительного процесса хотя бы на одну минуту. Для этого вы должны закрыть глаза, выключить все мысли и прислушаться к своему дыханию. Такой незамысловатой медитативной практики вполне достаточно, чтобы успокоить нервы. Прогулка. Конечно, пробежка под открытым небом помогает упорядочить мысли и привести тело в тонус. Но в стрессовых ситуациях и при панических атаках все же лучше устроить себе обычную 15-минутную прогулку на свежем воздухе. Снижает стресс и обычная вода. Можно пить минеральную воду, натуральные соки, зеленый чай. Это помогает снизить концентрацию гормона кортизола, который провоцирует ощущение тревоги и страха. Съешьте десерт. Сладкое, особенно горькие шоколады и бананы, активизирует выработку гормонов счастья и удовольствия, а также подавляет стресс. Также следует помнить, что черная полоса событий обязательно закончится, и в настоящее время необходимо следить за своим здоровьем. Полина Федорова, Genius. Не бывает такого, что что-то имеет популярность среди практически всего мужского населения и не имеет популярности среди женщин. Как в Казани проходят футбольные тренировки для девочек и женщин? Узнаем в следующем сюжете. В начале июля этого года в Казани был открыт футбольный клуб Girl Power. При поддержке бренда Adidas концепция Girl Power была открыта 7 лет назад как футбольная школа и клуб, объединяющий девушек, которые хотят играть в футбол или просто попробовать. Амбассадорами школы выступает актриса Варвара Шмыкова, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman Юлия Варшавская, главный редактор Кинопоиска Лизы Сурганова и многие другие. Тренировки будут проходить по средам в крытом футбольном манеже Искандер на улице Маршала Чуйкова, дом 8. Занятия у девочек начинаются 20-30 и лягутся полтора часа. Туда ходит разминка, техника работы с мячом, командные взаимодействия, игра и заминка. Рядом с полем есть раздевалки с душем. Зарегистрироваться и записаться можно на сайте, указанном на вашем экране. Прийти можно и тем, кто не играл в футбол. И на удивление, вместо жесткой конкуренции здесь старит дружная и уютная атмосфера. Покупка продуктов для дома является важной составляющейся в жизни каждой девушки. Отсюда же можно сделать вывод, что подорожание цен в продуктовых магазинах очень отразилось на каждой хозяйке. О создании комиссии за контролем цен и наличием товаров в Татарстане нам расскажут в следующем сюжете. По поручению президента Республики Татарстан Рустама Миниханова было создано две комиссии, которые будут следить за ростом цен и наличием товаров в магазинах. Первая комиссия курирует обеспеченность продовольственными товарами, а вторая – непродовольственными. Ранее проводился ежемесячный мониторинг цен, сейчас он станет ежедневным. Миниханов заверил, что Республика полностью обеспечивает себя продуктами первой необходимости. В фокусе внимания комиссии будут как крупные торговые сети, так и небольшие магазины. В продовольственном рынке делается акцент на масло, крупы, муку и сахар. На них случился ажиотажный спрос. Среди непродовольственных товаров комиссия контролирует наличие товаров в бытовой химии, например, моющих средств. Пока что проблем с наличием товара на рынке нет, а вот цены немного выросли. Как ситуация будет развиваться в дальнейшем, мы узнаем только к концу месяца. Но прогнозы Рустама Миниханова остаются положительными. Ну а тем временем звездный мир не перестает удивлять. Недовольство членов каста Эйфории, первые подробности брейкапа Камилы Кабелла и Шона Мендеса, Алла Пугачева, Земфира и Рената Литвинова покинули Россию, а также комментарии Зиндеи по поводу ее возвращения в музыку. Об этом нам расскажет Настасия Лина в рубрике «Звездные новости». Привет, я Настасия и это «Звездные новости». Члены касты Эйфории пожаловались на токсичную атмосферу на съемках. Вчера издание The Daily Best выпустило статью, в которой утверждается, что на площадке сериала Эйфория царит токсичная атмосфера и постоянно нарушаются условия труда. Например, касту приходится работать по 18 часов. Более того, второстепенные актеры из массовки заявили, что их не кормят и не дают сходить в туалет. Для проверки на площадку был направлен сотрудник Американской Федерации Художников Радио и Телевидения. Однако главные герои сериала ни разу не говорили о токсичной атмосфере. Они признавались, что съемки сложные, но все члены команды очень дружелюбные. Камила Кабел рассказала о причине расставания с Шоном Мендесом. После двух лет отношений в ноябре 2021 года Камила Кабел и Шон Мендес объявили о своем расставании. Музыканты опубликовали одинаковые сторис в Инстаграм, в которых пообещали остаться друг для друга лучшими друзьями. Но о причине разрыва знаменитости умалчивали. И вот впервые спустя несколько месяцев Камила дала подробности расставания. Те годы, что мы были вместе, я думала о том, что хочу, чтобы у меня были счастливые и здоровые отношения. Все это время я занималась терапией. Я думаю, что по мере того, как я становилась старше, мои приоритеты сменялись. Это было плохо для нас двоих. Ребята действительно расстались без лишней драмы, а это является редкостью в звездных отношениях. Несколько телеграм-каналов сообщили, что Алла Пугачева, Земфира и Рената Литвинова уехали из России. Сами они эту информацию пока не прокомментировали. Аллу Пугачеву заметили в аэропорту Внуково через несколько дней после начала конфликта на Украине. Куда именно отправилась певица, неизвестно. Как отмечает телеграм-канал Нема Лахов, дети были вместе с певицей. Информацию о том, улетел ли с ними Максим Галкин, нет. Страну также покинули Рената Литвинова и Земфира, которые отправились во Францию. Об этом сообщил телеграм-канал «Только никому». Возвращение в музыку для звезды сериала «Эйфория» Зиндай стало большим событием. На прошлой неделе в сети появились сразу две музыкальные композиции, записанные с участием Зиндай. Несколько лет назад 25-летняя актриса уже выпускала треки, поэтому возвращение в музыкальную индустрию стало для нее важным событием. «Звезда» сериала «Эйфория» поспешила поблагодарить фанатов, которые поддержали ее новые релизы. «Я отошла от музыки довольно давно по ряду причин, но я все еще очень люблю ее. Поэтому доброта и поддержка, которые я получила за последние несколько дней только для того, чтобы снова немного окунуться в музыкальный мир, значит для меня целый мир. Спасибо!» Написала Зиндай в Твиттере. Это все новости из мира звезд на сегодня, а о других звездных новостях мы узнаем в следующий четверг. Ну а на этом все. С вами были Genius и ее ведущая Вероника Кучерова. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok